Всем привет! Приветствую вас на страничке Перечница. И сегодня я расскажу о киноа и покажу самый простой способ, как приготовить эту кашу. Итак, киноа это растительный источник полноценного белка. В составе есть все 9 незаменимых аминокислот, которые необходимы организму. Также эта крупа не содержит глютена, что немаловажно в современном мире, а клетчатки в составе больше, чем в белом и коричневом рисе. В одной чашке варяной киноа содержится примерно 58% суточной нормы марганца, 30% магния и 28% фосфора. Эту крупу можно сочетать с разными специями. Перцем чили, тмином, кинзой, тимьяном и розмарином. Киноа даже можно добавлять в творожную запеканку, чтобы разнообразить вкус привычного блюда. Но предварительно ее необходимо отварить на молоке. К слову, просто вареное киноа на молоке это уже вкусный завтрак. Для аромата можно добавить пару лимонных долек, а потом удалить, когда крупа приготовится. Еще одним преимущественным киноа среди других злаков является высокое содержание клетчатки. Киноа отлично сочетается с огурцами, томатами, авокадо, морковью, цукини, сладким перцем, шпинатом и чесноком. Можно экспериментировать и найти свое идеальное сочетание вкуса. Киноа можно готовить в качестве гарнира, добавлять салаты, супы и котлеты. В приготовлении этой крупы самое важное это правильная пропорция. Как правило на этикетке указано точное количество кино, воды и время приготовления. На моей пачке было указано, что нам необходимо взять 1 стакан чашку на 3 чашки воды. Это действительно так, потому что кино очень разбухает. Что мы и сделаем. Перед приготовлением крупы первое, что нужно сделать, это обязательно промыть. Что мы и сделали, я замочила нашу крупу. 1 стакан киноа и 2 стакана воды это количество на 6 порций. Имейте это в виду, когда будете готовить, рассчитывая на количество людей в вашей семье. Киноа это крупа на 1 прием пищи. То есть приготовить кастрюльку, чтобы потом можно было разогревать микроволновки. Это не про киноа. На чем варить? Варить можно на воде, молоке и любом бульоне. Можно, кстати, даже попробовать грибной. Киноа варится на самом медленном огне примерно 11-15 минут. В процессе приготовления можно помешивать и можно добавить соль. Потом крупу нужно поставить на несколько минут в закрытой крышке. Ну что же, промываем нашу крупу. Я взяла полстакана, так как нам 6 порций не нужно. И приступаем к готовке. Сливаем лишнюю жидкость. Я, кстати, встречала даже отдельные статьи, в которых рекомендуется замачивать кино на всю ночь. Якобы это должно помочь устранить некоторые ядовитые вещества. Но, честно говоря, это только одна статья, в которой я это встречала. Все, кто пишут, все, кто готовят кино, они, собственно, рекомендуют только промывать и ничего больше. Заливаем двумя стаканами воды. И отправляем на плитку. После того, как каша закипает, включаем самый слабый огонь и засекаем 15 минут. Прошли наши 10 минут. Видите, как каша разбухла. Выключаем газ и оставляем еще постоять в таком состоянии. Где-то минут 10. Вот наше готово кино. Всем приятного аппетита. До встречи в следующих видео. Не забывайте подписаться на канал и написать свое мнение об этой каше в комментариях. Всем пока!